Попала совершенно случайно и поверила в судьбу. Свел меня случай с актрисой, которая меня привлекла в этот проект. Благодарна ей за это. И благодаря этому случаю я поверила в то, что на самом деле существует высшая сила. Почему? Участвую в этом спектакле. Потому что это не только удовольствие, не только развитие, но это самосовершенствование. Это очень важно. Ну, я могу сказать, что те живущие силы и меня пригласили в этот спектакль. Да, я попала через знакомого актера, который тоже здесь участвовал в спектакле. И на самом деле давно до спектакля, за какой-то время до спектакля, я прочитала книжку и была, честно говоря, очень потрясена ею. Я неделю ходила под впечатлением, потому что это то, чего мне не хватало. Как раз в жизни я прочитала, и мне стало это проще. Я поняла, что какие-то вопросы можно решить. И в книжке как раз сказано, каким образом. И поэтому, когда спустя пару, наверное, месяцев меня пригласили участвовать, играть одну из ролей, я была безумно счастлива. Потому что такие спектакли, мне кажется, что просто так актерам не достаются. Непростые актеры попадают в такие проекты. Так же, как и непростое произведение. Мне кажется, что все это как и связано все-таки с высшими силами, от них мы, да, далеко не ушли. Это не просто произведение, это, наверное, мотивация жить, мотивация меняться, делать шаг вперед. Настолько вжилась в роль, что я, наверное, записывала премьеры, ну, может быть, чуть-чуть меньше, за неделю две с половиной. И я начала уже в обыденной жизни говорить, как Оксана. У меня поменялся темп, у меня поменялся темп. Я начала даже говорить с украинским акцентом. Действительно, такое было, даже мои друзья это замечали. И вот сейчас я опять, скажу, опять проникаю, опять начинаю перевоплощаться, скажем так, что даже в обыденной жизни это Оксана проскальзывает. Это интересно, интересно самой переживать это. Это позволяет побыть в новой роли, как на сцене, так и в обыденной. Позволяет побыть другим человеком. Я могу сказать, что я абсолютно другой персонаж. И с Катей у нас в жизни общего мало. Единственное, что мне приятно и интересно, это принести свою личную жизнь в личную жизнь моей героини. Вот там вот у нас как бы есть небольшие такие схожести. И мне на самом деле это интересно, мне из-за этого, конечно же, проще работать. Так что, на самом деле, из тех персонажей, мне кажется, что персонаж именно роль Кати, наверное, самое лучшее, что могло достаться мне из всего спектакля. Спасибо большое Володе. Он на самом деле многому меня научил. Очень интересно с ним работать. Он не только мне указывает, как должно быть и как правильно, а он позволяет мне вжиться, позволяет мне проникнуть внутрь роли, понять ее изнутри. То есть это не просто работа, это увлекательный процесс, который позволяет меняться и менять себя, свои черты характера. Вот, спасибо Володе. На самом деле это интересно. И вообще, я советую всем, людям, которые посмотрят этот ролик, которые придут на наш спектакль, не упускать возможности и браться за то, что интересно, за то, что позволяет менять себя. На самом деле это теперь не просто моя коллега, моя подруга. Вот это наглядный пример, что взаимоотношения с другими активами складываются очень даже хорошо. Да, я могу сказать сразу, что со всеми актерами мы очень хорошо стали дружить. И помогаем друг другу и по жизни, и на сцене. Да, так что так обычно всегда и бывает. И возможно, что именно этот проект как-то так нас платил. Вот, из-за своей необычности, необычности произведения. Постановка коллективом и семьей, это тоже будет очень важно, потому что у нас связь стала гораздо ближе. И когда, допустим, идет какая-то сцена, ты так волнуешься, вот за себя так не волнуешься, как за тебя, допустим. Или как за... Потому что это общее дело, которое требует от каждого какой-то отдачи. Поэтому мы друг за другом все очень волнуемся. Сложно, кстати, это описать в два слова, уместить все в мысль, главное, в чем-то спектакль. Спектакль о жизни. Спектакль о том, как человек осознает, осознает свое место в жизни, осознает свои недостатки. О том, что нельзя жить в стагнации, нужно идти вперед, нужно шагать, нужно постоянно совершенствоваться, нужно менять себя. Если идет серая полоса или черная полоса в жизни, не нужно бояться этого, потому что плохое – это всегда предвестник хорошего. Ведь из-за черной полосы всегда будет белое. Каждый увидит себя, узнает себя в этом спектакле. Каждый осознает что-то для себя. Мы все будем очень ждать, потому что вы для себя что-то найдете. Вы осознаете какую-нибудь важную истину. Я не сомневаюсь в этом, потому что даже со стороны актера, находясь по другую сторону, я для себя очень многое осознала и приняла. Всех ждем. Друзья, спектакль о том, как поменять свою жизнь к лучшему. Мы надеемся, что именно мы, актеры, весь творческий состав, спектакль «Путешествия» поможет вам в этом. А вот и Хара. Это я. Спасибо.